Прокуратура действительно дала критичную оценку здравоохранения, но вы совершенно все замечаете, я об этом слух говорю, какое большое количество прокурорских проверок сейчас обрушилось на медицинскую отрасль. Но я бы вас очень попросила воздержаться слов катастрофическое состояние, оно не катастрофическое. У нас и в рамках национальных проектов, и в рамках бюджетных средств закупается большое количество оборудования. Идут стройки, идут капитальные ремонты, это не катастрофическое. Вот сложная ситуация, я бы сказала, с кадрами. Это реально сложно. Потому что сейчас у нас нет распределения, как было у нас в Советском Союзе, никого никуда не направляют, и дети голосуют сами. Дети голосуют сами за крупные города. Им только нравится Красноярск. И вот сейчас задача всех муниципалитетов создать условия, чтобы врачи приезжали, чтобы врачам хотелось приехать в эту территорию, чтобы там были врачи. А наша задача, безусловно, мы работаем над тем, что увеличиваем цифры целевого набора. То есть это те специалисты, которые замечают договор с Министерством здравоохранения, идут по особому конкурсу, и которые Министерство здравоохранения потом распределяет с учетом официальных специалистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!